Андрей Иванович, я не со Спартака хочу начать. Вы дали блестящую экспертизу по матчу Рубин-Самара. Я восхищен. Потому что я тоже сам ничего не понял по поводу судейства. Но меня немножко удивляет, когда говорят, что судье виднее. Вы этой трактовки не придерживаетесь. Вы понимаете, как судят это весной? Я понимаю. То есть они смотрят вар. Самое главное, что мне не нравится, очень долго принимают решение по вар. Потому что сидят два человека, они сначала смотрят минуты две, а потом главный судья бежит пересматривать. Бежит к чемоданчику, да? Тогда скажите сразу, иди сразу смотри. А то все стоят ждут, потом он бежит. Там моменты, понятно, там разобрались с крылья. Там момент, когда рукой играет футболист Рубина, там офсайд был. У Поповича, когда шла передача во фланг, там офсайд был. А в первом моменте, когда забила Казань? Когда забила Казань, как оказывается, раньше этого не было. Было много человек, и мы даже это в «Спартаке» тренировали в Краснодаре. Несколько человек становились за линией в зону офсайда, и три блокировали игроков, а три человека вбегало. И это не считалось за офсайд. Это не было. А здесь оказывается, что если человек стоит в офсайде и мешает, допустим, как получилось, он мешал защитнику, этот защитник мог сыграть, как бы вынести мяч головой, то есть это идет нарушение фол. Поэтому правила такие сейчас трактоваются. Когда вы это поняли? Когда вы это поняли, что вот такая трактовка? А я когда в перерыве сказал, что как бы... Чистый гол? По мне это чистый гол, но если этот игрок мог сыграть головой, вынести, его сблокировали, возможно, это фол. Потом в процессе второго тайма мы разговаривали с разными людьми и сказали, что человек, находящий в офсайде и мешает сыграть защитнику, блокирует его, который мог сыграть, как бы вынести, то есть это фол. Поэтому здесь судьи разобрались, там два судья на варе, плюс центральный пошел смотреть, долго смотрели и приняли такое решение. Ну, то есть, на ваш взгляд, нужна ли какая-то просветительская работа, чтобы люди все поняли? Я думаю, что... То есть вы известный человек, вам звонят. Вот смотрите, я считаю, что нужно делать программы, брать вот эти моменты, которые сейчас самые обсуждаемые, когда особенно вар включается, резать программу и показывать это нужно болельщикам, потому что все должны быть в курсе, что, почему и как. Не то, что там специалисты, там кто-то еще говорит, а должны людям и объяснять, арбитры должны, почему, в какой момент кто-то свистнул, где-то свистнул, где-то не дали. То есть люди должны понимать, потому что очень споров много из-за вара, все говорят, на вар плохо, я считаю, что вар это честно, но какие-то моменты, которые сейчас происходят, тоже бывают, что непонятные решения. По Спартаку хочу спросить, вы понимаете, во что сейчас играет Тедеско? Помните, мы с вами в Катаре говорили, вам было... В это и играет, то, что было в Катаре. Тедеско старается играть от обороны на быстрых контратаках. Сегодня, помните, я вам говорил, что хочется посмотреть, когда Спартак будет проигрывать, как он будет реагировать на то, что ему нужно отыгрываться, а, возможно, и побеждать. Вот сегодня, допустим, с Краснодаром очень тяжело было Спартаку, они пропустили, и очень тяжело было перестроиться. Но я думаю, что они сделают выводы, Тедеско сделает выводы, команда сама прекрасно понимает, что нам нужно играть выше, нам нужно прессинговать, нам нужно отыгрываться, нам нужно забивать, выигрывать, потому что после этого гола Спартак практически ничего не сделал в моментах. Я думаю, это тренерская работа, которая, возможно, будет перестраиваться. Возможно будет перестраиваться, я ни в коем случае не говорю, прав он, не прав. Он тренер, он решает, что он делает, он тренирует команду так, как он желает. О, не как желает, а как считает нужным. Как он считает нужным. Ваша оценка роли Бакаева. Считаете, что в ситуации, когда Спартак играет от обороны, слишком уязвима атака, когда от одного игрока очень много зависит? Давайте мы возьмем момент ССК. Вспомните, он обыграл в центре и убежал с центра из-за билду. Это человек, который может давать скорость команде под нападающим, играет и дает из центра скорость. Он дает очень быстроту атаки, по тому, что нет у Спартака. Но в данный момент с Краснодаром, я понимаю, что у него, наверное, действительно, возможно, легкое сотрясение было после той игры. И несколько дней, возможно, он не тренировался. Поэтому сегодня Бакаев не показал той игры, которую от него ждут. Да, он является там лучшим, в данный момент, лучшим футболистом из Спартака. Но сегодня ему, я так понимаю, после вот этой болезни, который ударился головой, видите, он в шлеме игрался, в красном шлеме еще. Да, мне очень жалко, что Спартак проиграл. Но, понимаете, я думаю, что это один из моментов, когда все стали говорить, что Спартак... Спартак... Воскрес. Воскрес. Все начали говорить, и специалисты, и журналисты, и тренеры, и болельщики поверили, и футболисты поверили в себя. И здесь вот такой сразу удар. Дома у себя проиграть Краснодару. При том, что у Краснодара полкоманды нет. Какая пара центральных защитников. Да, пара центральных защитников, пара центральных полузащитников, то же самое нет, понимаете. Нет ни Газинского, нет ни Вилены. Про Кобыла, я не говорю, давно уже не играет. И при том, что Краснодар играет свою игру. У Спартака сегодня не получилось. Да, были мои хорошие моменты, и в начале второго тайма, когда головой пробил конца вратарь вытащил. Сумасшедший момент, да. Вот о чем я говорю, когда все поверили, что Спартак так, и сейчас немножечко, не то, что опустилось на землю, а получили немножечко по шапке, можно так сказать. Вот сейчас как раз Спартакуба и перестроится. Не то, что мы всегда выигрываем, мы выиграли ЦСКА в меньшинстве, обыграли Динамо, здорово начали. Вот сейчас нужно как раз пересматривать, пересматривать и идти дальше. Работать, значит, надо больше, больше работать. То, что я думаю, Спартак и будет заниматься. Потому что, когда все здорово, и когда тебе немножечко так раз, макнули, вот это ты задумаешься, было ли все здорово, или надо больше работать и гораздо сильнее еще быть. Поэтому, я думаю, Спартак, сделай выводы, тренеры сделают выводы, сами футболисты сделают выводы. И я надеюсь, мы увидим реакцию футболиста Спартака в матче с Римуром. По поводу кубкового матча с Зенитом, что думаете, не разберихи с регламентом? Не понимаю, не понимаю, что это будет. Разберихи, оно есть. Каждый хочет играть. Допустим, Спартак, наверное, хочет играть на нейтральном поле. Зенит хочет играть у себя. Как примут, вы сами знаете, у нас все может быть. В нашей стране все, что хочет, может быть. Поэтому футбол, и мы будем ждать красивого футбола, потому что и Зенит играет, лидер нашего чемпионата, и Спартак сейчас после довольно-таки неплохой игру показывает, после перерыва. Поэтому будем ждать очень хорошей игры. То, как рестартовал чемпионат, изменило как-то ваше мнение по расстановке сил в борьбе за выживание и в борьбе за Еврокубки? Ну, вы знаете, видно по некоторым командам, что им будет очень тяжело в концовке. Очень тяжело. По некоторым какие имеете в виду? Казань? Допустим, мне показалось, что Рубину будет очень тяжело. Я понимаю, что, допустим, сразу невозможно, сразу Казань не строилась, образно говоря, правильно? Да. Леонид Викторович, наверное, попал в такую ситуацию, да, в тяжелую. Образно говоря, там не то, что суперфутболистов нет, а, знаете как, тяжело сразу что-то сделать, выстроить. Слишком много нового народа. Если бы у тебя там взял бы ты, грубо говоря, там троих-четверых качественных иностранцев, возможно, что-то другое было. Вот. Ну, то, что касается контрольнича, касается, допустим, игры, Рубин неплохо ведет, но нет концовки. Рубина вот это самое. Медленно в завершающей фазе? В том году, это было в том году, когда очень хороший был выход из обороны, игра в центре поля, но очень медленно переходит в быструю атаку. Поэтому команды успевают возвращаться назад. Я думаю, что Рубину будет очень тяжело. Еще какие команды вас удивили? Вот вы сказали, что из этого Казань в борьбе за выживание, может быть, из верхних команд. Ну, удивило меня, допустим, что в Сочи так легко обыграли Урал. Вот, как бы, я понимаю, что, допустим, домашняя игра, там, футболисты Кокорин добавился. Наверное, все поняли идею тренерскую, которую хотят видеть. Сейчас игра дальше будет в Сочи-Оренбург, посмотрим. Там же тренер с Оренбурга, правильно? То есть интересно будет посмотреть. Кто удивил? Ну, не то, что удивил. Спартак неплохо начал. Неплохо начал. Вот. Удивило, но, знаете, можно так говорить о всех командах, но, повторюсь, что я буду смотреть за низом. Вверху практически, понимаете, сейчас будет играть Зенит Уфа. Какой результат будет? Вверху плюс-минус ясно, вы имеете в виду? Краснодар уже в данный момент, без игры Зенита, уже 5 очков. Да. 5 очков, то есть уже рядом было 10. Сейчас уже обыграет. Зенит, пускай в Уфу обыграет, если обыграет, будет 8 очков. Уже все равно какой-то гандикап сокращается. Задергается Зенит. Это для зрелищности нашего чемпионата, для борьбы наверху, это супер, конечно. Для Зенита, конечно, и хорошо. Надо идти вперед, и все болеют, кто болеет за Зенит. Все хотят пораньше закончить, чтобы спокойно играть. Вот. И, конечно, будет интересно. И Локомотив, и Краснодар, и ЦСКА. То есть все равно будет интересно. Андрей Владимирович, последний момент у меня. Оцените вот пару форвардов. Кто, на ваш взгляд, предпочтительнее, по вашим оценкам, Камличенко, Соболев. Оба поменяли команды в эту зимнюю паузу. Кто вам больше понравился из них? Давайте мы не кто больше понравился, а кто приносит результат. Допустим, Соболев, Камличенко со Спартаком два раза попал в штангу. Сейчас гол забил победный. То есть он сразу вошел в игру и сразу начал приносить определенный момент. Соболеву тяжело. Вспомните, у него было там пять игр он забивал много очень моментов. В самом начале Самаре. Потом в конце года раз, пять игр ничего. И сейчас пока продолжается. Я думаю, что это давит на Соболева, потому что он не может забить. В новой команде он не может забить. Хочет, но не может. И вот это вот видно, видна реакция. Наверное, если Соболев меня увидит, как бы не надо ругаться там по каждому моменту, когда ты жестикулируешься, споришь со всеми, да? Да, по каждому любому моменту это не очень красиво смотрится. Поэтому нужно просто засучить рукава, пахать и за того, как бы за себя и за того парня. Поэтому я думаю, что у него может получиться, он умеет забивать. Андрей Олегович, спасибо.